Сегодня мы дадим краткие характеристики различных методов и источников получения знания об окружающей нас физической и социальной действительности, а также поговорим о самом процессе планирования и организации научного исследования. Итак, какие существуют способы получения знания? Во-первых, это интуиция. Говоря об интуитивном способе получения знания, мы исходим из того, что интуиция – это своеобразная вспышка проницательности, источник появления которой невозможно точно идентифицировать или объяснить. Интуиция служит основой для многих очень важных гипотез, которые могут быть проверены другими методами. Опыт развития науки показывает, что интуиция является непременным компонентом научного знания, и ее основная ценность состоит в предвидении и формулировании гипотез научной теории, которые после проверки могут стать определяющими моментами научного открытия. Вместе с тем, интуицию нельзя считать достаточной для проведения исследования. Она может оказаться ошибочной, приведя тем самым к долгосрочным заблуждениям и тяжелым последствиям. Далее, одним из самых убедительных источников получения и передачи знания является традиция, так как именно в ней аккумулируется мудрость веков. Хотя следует учитывать, что традиция сохраняет как совокупную мудрость, так и совокупную глупость, накопленную прошлыми поколениями. Великое дело научного познания состоит в том, чтобы помочь избежать повторения ошибок предков. Еще одним способом получения знания является общественный здравый смысл или общественное мнение. Господь наделил нас здравым смыслом и разумом, и нам нужно учиться их применять. Однако на протяжении тысячелетий люди верили в то, что, например, земля плоская, что камень и железо абсолютно твердые тела, что истинный характер человека можно узнать по выражению его лица и так далее. Сегодня мы знаем, что многие из таких утверждений, основанных на здравом смысле своей эпохи, на общественном мнении не являются истинными. Наряду с вышеперечисленными источниками получения знаний, особое место занимают научные методы исследования. В наиболее общем виде научные исследования можно представить как систему логически-последовательных, методических и организационно-технических процедур, связанных между собой единой целью. Эта цель сводится к получению достоверных данных об изучаемом явлении или процессе, о тенденциях и противоречиях их развития. Эти данные могут быть использованы для развития научного знания или в практике общественной жизни. В идеальном варианте научное исследование поддается некой поэтапной процедуре, хотя на практике это не всегда представляется возможным. Тем не менее, описанные ниже методы являются полезным подспорьем для проведения научного исследования. Итак, метод исследования из греческого методос «путь к чему-либо» это способ достижения цели, применения прежнего знания о способах рационального решения подобных задач для получения объективных сведений о новом объекте или предмете исследования. Множество определений метода исследования сводится к тому, что это путь познания, путь, ведущий к истинному знанию. Совокупность методов и приемов проведения конкретного исследования и составляет методику исследования. В зависимости от того, рассматривает ли предмет явление в статике или в динамике, могут быть выделены два вида социологического исследования – точечное и повторное. Точечное исследование, его еще называют разовым, дает информацию о состоянии и количественных характеристиках какого-либо явления или процесса в момент его изучения. Эта информация в определенном смысле может быть названа статической, поскольку отражает как бы моментальный срез объекта, не давая ответа на вопрос о тенденциях его изменения во времени. Сравнительные данные могут быть получены лишь в результате нескольких исследований, проведенных последовательно через определенные промежутки времени. Подобные исследования, основанные на единой программе инструментарии, называются повторными или мониторинговыми. По сути дела, они представляют собой средство сравнительного социологического анализа, который направлен на выявление динамики развития объекта изучения. Уточним, что по используемым методам сбора информации научное исследование должно носить комплексный характер. То есть достойное исследование должно совмещать в себя использование различных методов. Подготовка подобного рода исследования требует значительного времени, тщательно разработанной программы и инструментария. В нем, дополняя друг друга, могут применяться различные формы опроса, анализа документов, наблюдения и т.д. Естественно, это требует умения взаимоувязывать и состыковывать информацию, полученную по разным каналам. Ведь надежность полученных результатов будет значительно выше, если они подтверждаются несколькими методами. Получив массивы экспериментальных данных, исследователь должен проанализировать, все ли они статистически достоверны и отбросить те, которые лежат вне области измерений, заслуживающих доверия. В противном случае есть опасность получения ложных выводов. Итак, для проведения исследования вам очень важно понять суть каждого из научных методов и определиться, какие из них использовать. Затем, при написании исследовательской работы, в ней следует их назвать и по возможности обосновать применение того или иного метода в решении поставленных перед вами исследовательских задач. Продолжение следует... Продолжение следует...